компания медведь нож медведь как только я взял в руки этот нож я понял почему именно этот нож компания медведь скажем так мастерская ведь назвала своим именем потому что он ребята просто офигительный вот действительно иногда хочется поверить в какие-то такие подводные космические какие-то течение когда тебе просто попадают руки такие хорошие ножи много ножей хороших действительно думаешь блин наверное в прошлой жизни был хорошим человеком что-то хорошее дело если столько замечательных ножей у меня побывали уже в руках отдельно к нему отношения из трех ножей которые мне прислали медведи буду называть их так этот нож я решил самым первым рассмотреть почему потому что он вот он такой он небольшой но обалденно доставляет просто замечательно начнем с того что это конечно же шкуросъемник и в первую очередь аудитории этого ножа это охотники но я блин не охотник я турист милитарист скорее даже милитарист и чуть-чуть турист поэтому я буду рассматривать этот нож просто как небольшой универсальный лесной нож с этой точки зрения и ни с какой другой ну потому что для охотника сразу скажу понятно широкий клин вогнутые спуски такая явно такая круглая просто задранная такая вот режущая кромка и такой хороший грамотный здесь у нас чойл полностью палец помещается для какой-то вот аккуратный мелкой работы поставили и поехали все на этом про охоту все искренне рекомендую посетить канал ножевой мастерской медведь на ютюбе ссылочка обязательно в описании будет почему потому что ребята мне прислали ножи для того чтобы я там сделал обзоры для того чтобы я сделал какие-то тесты они тесты делают просто улетные во первых они показывают процесс как они варят свой булат и так далее так далее у них очень много видео они с действительно с такой серьезный с такой прям гордостью заявляют о том что они варят булат и плюс действительно очень интересные тесты там если уж раздел который раздел колоссий там и рога рубят и в общем всем любителям экстремальных тестов добро пожаловать на их сайт и так сталька здесь стоит дамаск 1200 слоев твердость клинка 61 62 единицы по шкале роквелла длина клинка у нас 105 миллиметров длина рука яйца 120 миллиметров соответственно общая длина ножа 225 миллиметров нож небольшой но и не сказать что сильно маленький широкий клинок 37 миллиметров толщина по обуху 4 миллиметра и рукоять я так понимаю здесь граб вот рукоять а давайте вначале о нужна хочу это я как-то как-то я перескочил нужны у нас такие скажем традиционного типа именно под небольшой нож когда рукоять больше чем клинок поэтому здесь о каких-то свободных подвесах говорить не приходится потому что если сюда поставить еще свободный подвес то у нас вообще будет в три раза длиннее нож чем длина клинка такая плотная полу шершавая не глянцевая кожа прошита такой наверное все таки темно желтой все таки не оранжевой нитью петля петля жесткого вертикального подвеса у нас на достаточно большой ремень рассчитана то есть традиционный какой-то армейской ремень запросто сюда влезет вот это вот выступ кожаный он защищает полностью рукоять от какого-то шорка не он какого-то царапания о ваш ремень что немаловажно при деревянной рукояти клапан здесь нож конечно слегка болтается посмотрите то есть что есть то есть но не вылезает клапанов у нас открывается правильным движением спереди назад так нож доставать гораздо быстрее ну все три темных заклепки хорошие традиционные нужны без каких-то без каких-то проблем сразу скажу что очевидно мне вот глазом невооруженным видно что заклепки утоплены в кожу так что я конечно надеюсь что они не будут царапать дерево при ношении ну по крайней мере здесь вы видите никаких следов царапин нет но с другой стороны этот нож долго и пока что не использовался у нас на все ножи где есть отверстие для темляка у нас идет вот такой вот от медведя кожаный темлячок ну как говорится мелочь а приятно на самом деле вот чтобы я сделал сразу же это я конечно снял бы эту красивую кожаную кожаный вот этот шнурок приспособил бы его для ношения амулетов там акуль его зуба или там крокодиль его глаза или еще что-то сюда бы вставил обычный паракорд почему но потому что паракорд он менее подвержен каким-то как а при при намокании при соприкосновении там с той же самой кровью и так далее так далее потому что кожа у вас может закисать потом она может высыхать но суть в чем ну действительно вот мелочь такая вот заботушка есть в чем достаточно длинный шнурок не знаю сейчас я смотрю по идее его даже можно присобачить конечно на шею но тогда у вас рукоятка будет просто в кадык упираться то есть наверное все таки для шеи он маловат но вот так вот пусть будет самое главное достоинство этого ножа я его показал тут нескольким скажем своим товарищам которые занимаются охотой и прочее прочее это здоровенная полноценная взятая от какого-то большого хорошего походного ножа рука я вот руку вы мою знаете далеко не каждый нож в нее помещается 10 сантиметровый клиночек рукоять вот такая вот толстая бочка образная с хорошим утолщением посередине такое практически неуловимая под пальцевая выемника под указательный палец переходит в брюшко и расширение концу рукояти на правильном месте у нас отверстие для темляка потому что при какой-то работе но хотя может быть и будет наминать но мне кажется что нож все-таки не рассчитан на какие-то именно вот может быть вот такие вот хват и поэтому более-менее одним словом даже у кого рука побольше это место хватит небольшой уход спинки вниз аккуратный больстер каких-то щелей тут зазубрин нет просто супер чел этот кстати говоря он еще и дополнительную дает нам страховку при каком-то именно уколе при сильном каком-то вот ударе вперед что даже если предположим с учетом того что рукоять действительно пухлая вы ее держите плотно ну окей из скользкого материала договорились предположим у вас зимой холодно рука в крови или рука жирная дерево у нас слегка такое стало скажем задубевшие даже если предположить что у вас палец уйдет вперед он все равно уйдет только вот всю до дальше не пойдет в общем самая главная пятерочка этому ножу даже не за клин а за то что ребята молодцы они на такой небольшой нож посадили здоровенную полноценную хорошую рукоять клинок широкий конечно здесь у нас режущие кромки будем считать отпилена но больше чем полтора сантиметра чуть ли не под 2 наверно но опять же это скорее всего объясняется именно спецификой ножа по и потому что ну потому что так надо скажем так но с учетом ширины клинка с учетом такой вот как я говорю иногда милеобразности режущей кромки когда идет такая дуга плавная очень крутая наверх я вижу будущее я думаю этого вполне будет хватать на кухонном тесте для того чтобы спокойно грамотно порезать какие-то продукты вот со шкуросъемниками всегда проблема в плане строгания и здесь тоже посмотрим почему потому что ну вот скажем так заточен нож наверняка хорошо вот что-то мне кажется ну вот как там как-то мне видится это поэтому он теоретически должен хорошо страдать но с другой стороны не будем забывать широкий клин . скажем приложение силы у меня вот здесь вот будет вот где упирается спинка в центр в центр ладони а строгать я буду даже не здесь а вот здесь то есть у меня получается здоровенный вынос по ширине и большое расстояние вот здесь вот до вот этого места поэтому мне крайне интересно как он именно со строганием справиться батоне таким коротким клином можно для того чтобы над вами просто поржали все туристы все милитаристы охотники и заодно звери которые в округе бегают ну теоретически перебивать какие-то ветки пускай даже толстые ну можно и но опять же ровно настолько насколько хватит именно длины режущей кромки спуски вогнутые чуть чуть больше чем от середины клинка и для улучшения каких-то пенетрационных протыкающих свойств клинка сделан такое аккуратное фальш лезвие но при этом остальной обувь оставлен девственно чистым для того чтобы можно было на самом деле совершенно можно спокойно оперировать сверху продавливать ладонью и ничего не случится красивый рисунок у дамаска хотел бы обратить внимание очень красивая такая зеркальная кромочка дамаск действительно дивный меленький меленький как прямо такая рябь пошла ну и клеймо такой вот медведушка от медведей как от животных я обалдею жизни потому что имя мое переводит с кельтского именно означает медведь поэтому я подвержен какой-то магии и честно скажу я к этому ножу более чем неравнодушен и по каким-то таким практическим моментам и чисто вот из-за его вот такой вот благородной ножевой красоты заказать я так понимаю этот нож можно в любой стали на сайте медведь тире knife.ru и при использовании кода рахадыр вы получаете 5 процентную скидку не моя была идея совершенно честно говорю вот вот совершенно честно говорю одним словом красивый шкуросъемник но меня в первую очередь будут интересовать его свойства универсального ножа лесного ножа скажем ножа номер два то есть в идеале это получается такой шкуросъемный небольшой нож для каких-то вот таких вот походных работ который идет возможно в дополнение к какому-то здоровенному тесаку какому-то большому ножу который выполняет именно какие-то грубые вот такие вот работы возможно даже к холодному ножу скажем так если это касается именно охоты все дальше будут эмоции дальше будут восхищение нож крайне удобен в руках нож просто великолепен я могу сказать честно не обязательно быть охотником чтобы прибалдевать от такого вот ножа браво красиво качественно просто супер спасибо за просмотр всего доброго